приветствую вас дорогие друзья сегодня 23 августа среда я решила включиться немножко с вами пообщаться опять давно не было видео дня 3-4 и это видео обо всем по чуть-чуть такой вложит небольшой приехал лёшик он там занимается водостоками уже съездил в доку все купил материал я потом выйду на улицу посмотрим что он там делает ну а я здесь на хозяйстве нужно приготовить покушать здесь у меня варится курочка и будет сегодня борщик а сейчас я вам хочу похвастаться нашим приобретение вот такой замечательной садовой мебели от икея как же я любила и люблю этот бренд очень жаль что он ушел из россии но как видите в россии наверное все можно купить если захотеть вот такой замечательный комплект я хочу этот комплект поставить под окошком во дворе я уже как-то вам рассказывала там стоит сейчас та мебель которая стояла в нашей зоне отдыха но поскольку там укладывается плитка я тоже покажу о результатах своей работы ну а пока хочу поговорить вот об этом замечательном деревянном натуральном комплекте от икея который я нашла на авито сцена была была 10 тысяч рублей за два стула и столик столик как вы понимаете раскладной это он сейчас просто вот так вот здесь стоит а вообще он должен крепиться к стене вот эта третья нога убирается и он потом просто ну так висит скажем так очень очень удобно просто красота подушечки креслом шли в подарок вот и хочу поговорить о продавцах о менталитете людей из разных городов прошу сразу заметить что это только лишь мое мнение мои наблюдения я не хочу никого обидеть просто расскажу о своем общении именно на авито сейчас покажу этот стульчик они очень аккуратные очень очень удобные и очень легкие его прям вот можно поднять вот буквально вот двумя пальчиками очень легкий стул он тоже раскладной то есть здесь поднимается сидушка вот это вверх или вниз как-то я не знаю одной рукой я не могу сейчас я сложу покажу вам там все оказалось очень просто нужно было нажать на одну штучку и все очень легко собирается вот так вот выглядит этот стульчик когда он сложенный очень легко штабилируется можно даже вот сюда какое-то крепление прибить да и вот так вот повесить на стену и все решение с хранением просто на 1 2 очень люблю раскладную мебель повторюсь что это этот комплект из натурального дерева покрытого морилкой я покрою этот комплект еще лаком чтобы можно было с большей уверенностью хранить его на улице но не хранить а пользоваться на улице поскольку здесь где я собираюсь это все установить это здесь нет у нас навеса и нет крыши вот поэтому возможные дождики там и тому подобное в общем буду покрывать все это дело лаком в общем я просто счастлива просто счастлива что в нашем доме есть вот такой замечательный комплект теперь уже от линии легендарного бренда и те и заказывала я этот комплект через москву сейчас покажу как из этого ракурса смотрится эта мебель и вот теперь хочу плавно переключиться на общение с продавцами авито из разных городов и и почему я сделала такой вывод ну что менталитет людей в разных городах очень очень отличается значит вот бывшие владельцы этой садовой мебели москвичи общение началось как-то просто с вопроса уместно лески уместен ли торг и сразу сбросили тысячу рублей то есть за девять тысяч был он продан этот комплект как-то сразу договорились о дне встречи адрес я указала лёшик был как раз на сутках но в общем все замечательно я задала вопросы из чего сделана мебель можно ли хранить под открытым небом на что продавец ну в общем как-то мне сразу сказала но если только покрыть лаком них стоял этот комплект на балконе у них очень шикарный балкон я постараюсь если я сохранила фото показать вам как это смотрелось у них на балконе а вот то есть понимаете продавец сразу дала рекомендации то есть целью было не просто продать комплект как можно быстрее а как-то ну дать рекомендации устраивает вас такое будете ли вы покрывать лаком или это для вас сложно то есть не просто спихнуть и получить деньги но каково было мое удивление когда мне буквально вот завтра они должны были привести этот комплект замечу доставка тоже было бесплатно хотя везде на авито по москве если доставляет продавец это 500 рублей а вот но каково же было мое удивление когда леночка так зовут продавца сделала фото показала ой открутили столик от стены там есть небольшие потертости внимательно посмотрите фото и скажите устраивает вас или нет вот вот эти потертости я сейчас вам на них указываю вот как по мне так это еще мне кажется добавляет какой-то шарм комплекту но продавец все-таки не стала скрывать вот эти на ее взгляд недочеты по мне так это вообще никакой не недочет а вот и прислала вот это фото еще раз показал устраивает меня такое или нет я долго рассматривала фото поняла что это какая-то сущая ерунда написала что все устраивает привозите четко они приехали к тому времени которое я просила там 10 30 лёшек где-то в 10 дома был в общем все получилось удачно и комплекта как раз солёшек привез в этот же день ну то есть вот все хорошо сложилось вот я просто говорю о том что как приятно общаться с людьми которые вот не просто хотят продать а просто хотят чтобы них вещь дальше служила другим владельцам но шла так скажем в удовольствие если вы слышите посторонные звуки это лёшек там уже монтируют водостоки так что леночка громаднейшие благодарю за то что уступили за то что сделали подарок вот этих вот прекрасных подушечек на стулья они тоже денег стоят за то что привезли безоплатно доставили этот комплект по нашему адресу в общем мне очень очень приятно было с вами общаться я сказала лени что у меня есть канал и что вы можете потом посмотреть судьбу вашего замечательного комплекта на моем канале ну а я вышла на улицу чтобы посмотреть тут творится кто нам мешает снимать видео лёшек привет да нет нет я просто сменить немножко тему чтобы видео было более интересным вот устанавливаем устанавливает лёшек водостоки хорошо что в доке все было все составляющие в общем сейчас монтируется кронштейн под этот водосток а поскольку шумы сейчас я пройду покажу вам уложенную плитку вот здесь будет стоять вот тот комплект о котором я вам рассказывала по сравнению с этим креслом то кресло просто игрушечная и сразу а вот это пришла сейчас вчера иди сюда рыжуля иди иди сейчас я покормлю рыжулю пришла миша нет кормить никому рыжулька сейчас иди куса часть я тебе насыплю иди сюда вот эту водичку поставим сейчас корм насыплю ну иди не бойся иди что ты там стоишь вот не подходит она так не надо насыпать и отойти иди кушать иди рыжуля иди кушать иди иди моя хорошая иди кушать иди сейчас дымарь придет вчера я наблюдала за ними я просто офигела сначала пришел дымарь я насыпала ему еду он начал кусать через две минуты пришла рыжуля дымарь отходит кушай кушай я отойду сюда иди кушай иди 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 дымарь отошел уступил место даме пока она наелась оставив ему там три зернышка я потом досыпала и уже потом рыжуля ушла да и дал дымарь представляете какой джентльмен я вставлю вам видео с дымарем дымарь весь в лешаре я честно говоря боюсь его лечить друзья потому что это очень очень заразно во первых я могу заразиться во вторых могут заразиться мои коты иди я тебе сюда иди иди там очень шумно иди сюда иди ружу ли иди 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 будем вот здесь я тебе поставлю иди иди там шумно иди сюда жули иди кушай иди 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 я отойду иди иди кушать иди кушай иди кушай иди 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 моя девочка иди кушай вот в общем я была я была поражена представляете ступила боится она боится шумов сейчас я еще отодвину в огород не пошла вот там ей цветах поставила кушай кушай что ты боишься кушай вот шум боится шум она поэтому и котят унесла потому что у нас бетономешалка тогда работала лёш может и пять минут подождешь отдохни покури да и покушать она боится шума кушай кушай рыжуля иди кушай иди все тишина иди кушай иди моя девочка иди сюда иди 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 сюда иди иди кушай иди кушай иди иди кушай иди кушай иди кушай видела я ее деток рыжего кота котенка который тогда был здесь у нас сарае очень хорошо они подросли но судьба что там будет дальше что ее так пугает рыжуля кушай что-то ее прям пугает ну значит не голодная кушай кушай вот прям подходит и это кушай давай чего ты кружишься возле этой миски давай кушай давай давай моя красавица кушай все тишина тишина пока лёшик пока не работает давай кушай кружит как как ненормальная чего ты кружишься ну ладно разберется давайте я вам покажу результат работы моей в общем соседи приходили мужчины и честно говоря были очень удивлены как ровненько положено плитка прошли дожди все забетонировалась уже ее просто не сдвинуть и не оторвать все по прилипало ни одна плиточка не шатается я по ней ходила вчера я просыпала видите по засыпала все швы после засыпки все про мила и помыла чтобы когда пойдет дождь не было разводов ну пыль это пескобетон этот после дождя естественно оставит пятна поскольку засыпается все сухой смесью естественно все это дождь развезет эту сухую смесь и будут пятна поэтому я вчера сначала пролила все швы водой из шланга чтобы они были мокрыми а потом засыпала пескобетоном и опять со шланга такой рассеивать или сделала такую струю такую как пыль что ли вот пролила но потом еще пошел дождь что хочу сказать по плитке друзья само собой до меня дошло как более правильно что ли более быстро профессионально уложить плитку вот то видео кусочек где я показывала как я это делала вот те три плиточки есть видео посмотрите сколько раз я там подняла плитку я посчитала пять раз это много пять раз я досыпала поднимала досыпала поднимала вот сейчас у меня выработалась своя методика и когда я буду класть плитку дальше я обязательно вам сделаю мастер-класс как это более не сказать что прям просто и легко но это гораздо быстрее намного и ровнее посмотрите какая плита кстати был дождь и здесь значит наклон вот сюда вот туда вернее потому что ну как вы понимаете вот там вот самая высокая точка и вода вот так вот будет идти вот туда поэтому наклон в ту сторону а вот сюда вот в эту сторону здесь почти уровень небольшой наклон вот оттуда вот сюда и вся вода стекает вот в той точке там что-то придумаем чтобы вся вода уходила туда в огород в общем практически полупрофессионально плитка уложена никакие лужи не стоят вот дожди были и луж кроме как вот там немножко нигде на плитке нет а это очень очень хорошо соблюсти правильный уклон плитки чтобы она служила ну так скажем дольше обратите внимание какая сейчас чистота в огороде у меня если сразу из я вывезла очень много травы наверно пять тачек горой все там повырывала вот здесь вот все повырывала смотрите какая чистота вот там в огороде в общем сейчас трава только у меня по картошке и по помидорам это я выборочно там самые высокие пальмы повырывала вот уже чистенько уже радует глаз красота огурцов тьма огурцы я закрываю вчера отнесла ведро опять соседки настя и буду короче теперь раздавать у меня уже нет банок а вот и пусть люди закрывают вот и им будет хорошо и мне будет на душе тоже радостно что это не выкинуто и не зря выращено вот здесь четыре лунки и в теплице четыре лунки представляете какие урожайные вот эти огурцы одни повторюсь полковник вторые директор все лишь она что-то ушла а вон она сидит она там мыши кстати ловит в клубнике поела да можно да можно шуметь да все ну значит она мышек уже наелась она садится на вот эти вот кольца и охотиться я видела и видимо там мышки бегают и она их это ловит а тут уже наверное можно качанчики лёш вырвать сегодня может кукурузку молодую поедим я сажала вот так вот чтобы поесть молодую так ладно лёшик работает а я продолжу свой рассказ про авито уже в доме как коты облюбовали вот эти вот кресла вы не представляете вот сейчас кузьма здесь отдыхает вчера у них очередь была и маруся села и моня посидел единственная пусть я как-то равнодушно к ним отнеслась вот ну значит и энергетика хорошая и комплект на самом деле просто прекрасный в прекраснейшем состоянии я посмотрела этот комплект есть на озоне стоит 23 тысячи там с копейками 23 300 или что-то такое да леночка еще мне выслала инструкцию представляете не пожалела свое время нашла инструкцию к этой мебели икея в интернете все мне прислала почитайте подходит вам не подходит я просто очень приятно удивлена вот такому общению с продавцами а есть другая сторона медали других продавцов вот вы скажете вы просто москвичей там вот предвзято к ним относитесь нет друзья у меня просто опыт общения вот покупала я вот эту лампу вот она висит я вам показывала этот брак все я этому продавцу написала потом вон он тут наверно сейчас не видно вот не могу поймать ракурс но у меня было где-то фото это вот вот это заводской брак как же она мне начала хамить во первых почему-то меня хамкой обозвала я и написала что извините сразу не увидели этот брак но вот вы выслали нам стекло с браком если бы вы не хамили я бы вам за заменила это стекло у меня есть еще в наличии вы купили стекло 78 года это заводской брак и я ничего сделать не могла ну да конечно это заводской брак я не спорю что вы ничего не смогли сделать но не продавать вы смогли просто не продавать бракованное стекло или хотя бы в карточке продажи указать продать стекло дешевле допустим или уведомить продавца во первых стекло пришло все грязное да она была хорошо упаковано это надо продавцу но оно все было заляпанное игры если бы вы перед отправкой помыли стекло вы бы увидели почувствовали своими пальчиками вот этот заводской брак я его нужно очень аккуратно мыть можно порезаться на работу лампы это не влияет ах как влияет дорогая моя ксения звали продавца как влияет в этом месте стекло при нагреве может спокойно в любой момент треснуть вот я я это слова фото но я не вижу здесь ничего я вышла на улицу сделала более качественное фото стрелочкой показала куда смотреть ингрю теперь видите теперь вижу но это заводской брак я ничего не могла сделать конечно ничего не могли сделать но хамить то не надо это я вот говорю о разных продавцах из разных городов вот этот продавец был из города волгоград простите меня дорогие волгоградцы я просто констатирую факт общения с несколькими продавцами из москвы из волгограда даже из чеплыгина из чеплыгина вообще была история интересная у нас сломался монитор от камер видеонаблюдения мне нужно было заменить его естественно я стала искать мониторы ну был конечно зачем мне нужен монитор там за 7 за 12 тысяч если я могу просто купить монитор был нашла этот монитор в городе чеплыгин 1850 рублей звоню продавцу нет ответа пишу продавцу я вам звонила ответ да и тишина что означало это да непонятно думаю но может быть человек как бы занят и у него времени хватило только на то чтобы написать да всякое бывает пишу вам сейчас удобно говорить опять ответ да ну я не знаю как расценивать такое общение но что было дальше это вообще просто шок опять звоню я звоню через сайт авито там авито подменяет наши так скажем реальные номера на подменные номера которых не существует ну чтобы не было обратной связи чтобы люди не надоедали этот поняла взял трубку через какое-то время долго звонила я говорю вы монитор продаете да продаю называю адрес вы же в чеплыгине да сможете привести чтобы мы проверили я сразу вам оплачу да смогу но через два часа время было 6 вечера ну думаю 8 там будет где-то нормально не совсем поздний вечер что вы думаете я включаю режим ожидания телефон ношу с собой вдруг позвонит калитки прислушиваюсь не стучат ли там проходит 7 часов 8 часов естественно никого нет как вот это называется скажите в 9 вечера я отправляю этому горе продавцу сообщение что если вы не цените свое время хотя бы чужое научились ценить ну тишина естественно тишина я продолжаю дальше искать монитор и поняла что в чеплыгине я уже не буду искать монитор во первых цена 1850 и все вот такие тысячи полторы тысячи в две тысячи и выше это я про чеплыгин думаю буду заказывать через москву и доставку там можно заказать и дешевле в москве друзья можно вообще все бесплатно вообще бесплатно люди отдают я посмотрела наборы мебели советской мебели германской мебели вот эти серванты красивые которые легко перекрашиваются реставрируются и получается просто чудеснейшие вещи вообще отдают бесплатно это я про москву а вот сейчас мне напишут зажравшиеся как хотите это обсуждайте но я просто рассказываю о том о своих мыслях так скажем я впечатлениях я нашла монитор японии японский от фирмы НЕК по-моему НЕК называется да фирма НЕК с очень порядочным продавцом который тоже я спросила для камер видеонаблюдения подходит ответ я не специалист не знаю но думаю что подходит чувствуете разницу мог бы сказать да подходит лишь бы купили 500 рублей друзья стоим монитор 500 рублей и рубль доставка авито я не знаю какая выгода продавцам это же продавец наверно оплачивает доставку авито 1 рубль через даже не боксбери а какая-то другая курьерская служба DPD что ли по-моему так называется хорошо говорю я звоню специалистам которые устанавливали эти видеокамеры спрашиваю вот такой-то монитор подойдет да подойдет все я оплачиваю этому мужчине монитор он в тот же день отправляет через авито доставку выбираю пункт выдачи доказ заказов ближайшие к нашему московскому адресу и все потом открываю сообщение этот мужчина мне пишет что же вы не сказали что вы живете в новогиреево я бы вам его привез у меня почему-то у авито но не настроены звуковые уведомления когда мне кто-то что-то пишет вот надо с этим разобраться и я поздно увидела вот это сообщение в идеальнейшем состоянии монитор очень хорошее качество мужчина говорит я просто распродаю свое рабочее место за ненадобностью ну видимо компьютер продал вот монитор 500 рублей японский монитор в отличнейшем состоянии с очень порядочным продавцом опять продавец москва что вы думаете на следующий день продавец из чиплыгина мне пишет еще покупаете меня так это улыбнуло то есть ну хватило наглости еще спросить да покупаю ли я на что он надеялся я говорю я уже купила в четыре раза дешевле у более порядочного продавца вот бросайте в меня тапками что хотите говорите но все-таки менталитет у москвичей совершенно другое ну как-то пахнет порядочностью как-то пахнет интеллигенции и правдивостью что ли честностью не просто продать а бы продать и скидочку делают и рассказывают и может быть это чисто совпадение но я рассказываю о том с чем я столкнулась просто с вами общаюсь что у меня происходило там в эти четыре дня ну а теперь посмотрите какие дары здесь у меня на столе и это все добрые соседи сливы на вкуснейшие алифтина от всей души благодарю алифтина также мне сказала лена ни в коем случае моня нельзя сюда не покупай капусту у меня ее в избытке а я в этом году капусту не сажал вот сейчас наварим борщика и на тушим капусту с мясом вот эти груши сережа принес яблочки тоже от алифтины мои добрые соседи как же мне приятно благодарю вас от всей души